Добрый вечер дорогие зрители! Мы начинаем нашу программу де-факто обозрения. Мы здесь выбираем три основных, самых интересных или важных событий, прошедших в Монголии за прошедшие 7 дней, и разделяем с вами наше мнение, что и почему происходит, что за этими стоят. Сегодня в программе назначить новый мир улабатора. В чем причина отказа от депутатского мандата от перехода на должность столичного мира. Второй. Сократят ли число университетов и вузов. Некоторые вузы переедут в регионы. Третья тема. Генеральный директор монгольского национального общественного радиотелевидения Нинджиджанс ушла в отставку, когда монгольская национальная ОРТ начнет служить своему народу. Начинаем первую тему. Назначен новый мир города улабатора. Впервые член Великого государственного хурала отказывается от депутатского мандата, чтобы стать миром монгольской столицы. Господин Самуя Базар был выдвинут Народной партией и ее советом управления. Его кондитутуру поддержали 71% членов хурала гражданских представителей. Перед парламентскими выборами господин Самуя Базар заявил, что он не собирается быть мэром города. А потом он сказал, после того, как его назначили, он сказал, что он совсем не думал о вступлении на должность мэра улабатора. Однако желание быть ближе к народу превосходило все доводы, поэтому он решил проявить гражданское мужество и принять назначение на эту должность. Вот хорошее объяснение. Тоже председателем хурала гражданских представителей был избран господин Батбай Сагалан, который был мэром. Он исполнял обязанности мэра, когда предыдущий мэр Амар Сайхан тоже был выбран на Великого государственного хурала. Он, Батбай Сагалан, тоже работал как премьер Амар Сайхан, занимал должность вице-премьером ответственного за зеленое развитие и борьбу с атмосферными загрязнениями. Почему Самуя Базар решил стать мэром столетия? С точки зрения политкорректности назначение Самуя Базара на эту ответственность, ответственную должность вполне логично и правильно, потому что он был председателем городского комитета этой партии и его партия абсолютно выиграла абсолютное количество мест в хурал города. И там 45 мест есть, из них 34 они выиграли. Однако кажется, что это не самая главная причина его отказа от депутатского мандата для занятия должности мэра. Почему? Потому что, назначив его на эту должность, руководящая партия пытается решить вопросы внутренних противоречий. Почему? Потому что после того, как Монголия обновила конституцию и делала изменения в конституцию, премьер-министр страны мог только отобрать 4 парламентских члена в состав кабинета, и куда не вошел городская фракция этого города, никто не получил от этой городской фракции, особенно господин Самуя Базар, который был министром горнодобывающей отрасли страны до того. И они не получили министерского портфеля, и из-за этого внутреннее противоречие образовалось в этой партии. И они должны быть едиными, потому что страна предстоит выбрать нового президента в следующем году, который первый раз будет на 6 лет не как на 4 года два раза, как сейчас, но на 6 лет один раз. Так что до этого выбора партия должна быть внутри более сплоченной, чем сейчас, и к тому же решать этот вопрос противоречие таким образом. Поэтому в принципе народная партия страны более сплоченным становится. Почему это важно в городе выиграть президентский выбор? Потому что половина населения страны, 70 процентов экономики и 75 процентов всех компаний находятся в столице страны. Если победа в столице означает, если они победят в городе, столица означает, что они победят в всей стране. И поэтому партии нужно, необходимо, чтобы до выборов рейтинг народной партии в столице сохранялась на высоком уровне. Это задача, возможно, Сумия Бадзара, который в своей работе будет зарабатывать очки для партии. Предвыборная политическая работа уже началась в стране. Президент готовился к выборам, он ездил по регионам, раздал награды, ордены. И также недавно его личный представитель президента, Сумаисти Табугаторджи, завершил свое полномочие как представитель его в Японии. Почему? Потому что президент сказал ему отдать обратно то, что он приватизировал цирк страны, здание цирка страны в центре города. Сейчас артисты этого цирка, тебе будет обратно это сооружение. И Дабугатордж, к тому же и младший брат Сумия Бадзара, который сейчас только что назначен как мэр страны. Такие динамики сейчас происходят. Еще самое большое, самое интересное произошло то, что бывший президент Табуга, президент, экс-президент Иль Багидорджи восстановился в своей партии. Так что полным годом идет подготовка к президентскому выбору в двух политических партиях, в главных политических партиях страны. У нас в Улан-Батор очень интересная структура выбора мэра города, потому что у жителей столиц нет возможности защитить Улан-Батор от излишней политизированности. Потому что Улан-Батор одна из немногих столиц мира, где мэр не выбирается самыми жителями, а назначается главой правительства. И это всегда политизированный вопрос. Внутри партии не раскрывает любой руководитель. Он тоже отражается в смене мэра города в 2018 году, когда Народная партия имела абсолютное точность в парламенте. То есть они поменяли правительство и не поменяли и мэра города в Аббакаро тогда судьба в поле в 2018 году. В вопрос при них выбор, а жителями остается открытым. Причиной называют принцип единства системы государственной власти. Хотя Япония, как Монголия, имеет единую систему государственной власти. Но даже если происходит смена власти в стране. Потому что японские городоначальники избираются напрямую жителями и осуществляют стабильные и ответственные руководства. И нам, жителям Муланбатра, нужно ввести такую систему. Мы теряем много лет, этого не удается. Хотя даже сейчас обсуждается новый закон о административной и территориальной единице страны, в котором они не обсуждают вопрос мэра города и руководителей Аймаков, всегда будут назначены главой правительства. А изменения в этом законе председателю главы ХОРО, районов и СУМ будут выбираться напрямую от жителей данной местности. Ну а того, что мэр города назначается главой правительства, страдают местные жители. Потому что государственные бюджеты не распределяются равномерно. Например, один из районов города Баиндзург у Ламбатра имеет 360 тысяч жителей, но получает инвестицию от бюджета следующего года 57 триллионов туриков. Однако, например, Хинти Аймак, который имеет 5 раз меньше населения, 76 тысяч населения, они получают 3 раза больше, например, от инвестиций. Поэтому нам нужно делать реформы администрации города. И будем в дальнейшем народ этого требовать, но, однако, в ближайшем будущем это не будет решено. Мэр города в Монголии, потому что они назначаются главой правительства, все налоги, все, их бюджетные доходы приходят откуда-то, что-то. Перераспределение всех доходов, которые Аймаки, города собирают, дают министерству финансов, они перераспределяют обратно. Например, городской налоговые доходы состоит из 60% от налога от личных доходов населения, резиденции в Ламбаторе, а 10% от, например, налога на недвижимость, на автомобили и так далее. Однако этого недостаточно, потому что в городе, я как сказал, 70% экономики, половина населения живут, новые большие, хорошие микрорайоны строятся, но их цена на недвижимость не идет по рыночным ценам. Вот этот вопрос. Если налоги на недвижимость шли бы обратно на восстановление и правление этого же района, где налоги собираются, то было бы гораздо лучше для поддержания ценности этой земли, ценности этой недвижимости. Вот эта обратная связь нехорошо поставлена в стране. Вот такие вопросы, что касается нового мира города. Наша вторая тема сегодня — сократить отличиество университетов вузов, потому что недавно заявили министр образования и науки, заместитель министра образования и науки, господин Гамбаяр, заявил в прошлую неделю, что политехнический университет будет перемещен в Эрдинет, Ховт, Торнодаймак, туда пойдут медицинские и педагогические университеты, Торнодаймак, туда идут горные институты и колледжи, и технико-экономическое обоснование этого перевода уже разрабатывается и со следующего года закончится. Это уже третий раз, по-моему, заявление от руководителей о переезде этих университетов вузов из Улан-Батора. В Монголии сейчас работает 94 университета вузов и колледжи, и это очень много на трехмиллионное население. Из них 35 университетов, 49 институтов, и колледжи 7. И в чем разница у институтов и университетов? Университет в университете имеет программы на бакалавр и магистры, и доктора, и имеют свои научно-исследовательские лаборатории. Университеты только по одному направлению дают магистрант программу, и бакалавр, и магистрант программу. В целом в Монголии 157 тысяч студентов учатся в этих вузах и университетах, из них 92% живут и учатся в Ламбаторе, только 2,3% учатся во втором большом городе Тархан, и остальные 8 тысяч учатся в других центрах Аймака. Вот такое количество студентов будут приведены в другие регионы. Почему? Потому что, говорят однопричины, много вузов дублируется, дублирование учебных программ происходит, и, например, предпринимательские права и права бизнеса пропитаются во многих, почти во всех из них. И еще нужно увеличить качество подготовки в этих институтах. Например, это связано с платой за образование по монгольскому национальному университету, около 8 миллионов туриков. САНТ – средняя образовательная школа – 7 миллионов, другая частная средняя образовательная школа – Шинмонгол – 4,5 миллиона туриков. Поэтому, где больше инвестиций ожидается, более инвестируется, где больше плата за учебу, там ожидается большое, лучшее качество. Например, монгольский государственный университет имеет сегодня 23 тысячи студентов, а педагогический университет у нас университет преподавателей имеет 13,5 тысяч студентов, а педагогический университет – 17 тысяч студентов. И 17 тысячи студентов приезжают на Эрдинет, например. Мы говорим о том, о большом количестве людей, которые эмигрируются в других городах. Кстати, преподаватель и учитель здесь сильно сопротивляются. Мы смотрим образование как инвестиции во будущее, и поэтому нужно профилирование вузов, чтобы улучшить их специализацию и качество. Все колледжи, чтобы имели технологический более характер и так далее. Вступительные испытания должны быть серьезными, а проходные баллы – высокими. Улучши образования должны быть дорогими и необязательными для всех. И вот такие реформы должны делать это в Монголии. И пока вот заместитель министра науки и образования это объявил, я создал большое волнение протестов в стране, в городе. И поживем, увидим, что как будет. Потому что два раза таких заявлений будет даны за последние 20 лет. Вот наша вторая тема. А третья тема сегодня – о том, как генеральный директор монгольского национального ООО «РТ» до 1998 года, после демократической революции в 1990 году, они подтвердили закон о свободе прессы, в котором гласит, что государственные организации не могут иметь собственные СМИ. Это было существенное заявление о защите свободы слов в стране. И после этого 7 лет заняло, и в 1935 году новый закон вышел. Новый закон – закон ангольский ООО «РТ». И этот ООО «РТ» сейчас имеет статус общественного вешания. Но, однако, вокруг руководителей, вокруг генерального директора, это организации из тех, кто всегда выходили многие скандалы, споры. Вот этот раз как раз и это… Самое последнее из них произошло в прошлую неделю, поменяли. В Сандашин Нинджиджанц, женщина, которая была генеральным директором, сказала, что, исходя из желания и обеспечить стабильнее сотрудничество наших коллективов, он написал на своей электронной странице причину того, что и ее ухода. Генеральный директор монгольского ООО «РТ» назначает на эту должность сроком на 3 года путем тайного голосования всех крикторов членов национального совета. Национальный совет – это высшая руководящая организация монгольского ООО «РТ». Генеральный директор Нинджиджанц был только что обновлен ее срок, она была выбрана в январе 2017 года, и договор был продлен недавно, до 2023 года, она ушла. до нее такая же участь была с Оюндарь, которая была, представляла, она была, кстати, главным генеральным секретарем демократической партии, она работала на этом посту 2 года. По нашему закону ООО «РТ» должно служить интересам народа, и ООО «РТ» готовит передачи для зарубежных зрителей и слушателей, информирует о внутренней и внешней политике Монголии, создает программу популяризации, привязывающую Монголию. Руководит ООО «РТ» национальный совет по этому закону, и задача совета состоит в том, чтобы представлять интересы монгольского общества. Совет состоит из 15 внештатных членов, которые назначаются по линии президента, парламента и правительства. Президент 4 члена предлагает, утверждает парламент 7, правительство 4, и каждый из них должны быть представители неправительственных организаций в определенной отрасли. Например, президент, например, получает предложение по линии культуры и так далее, неправительственной организации кандидатуру. Однако не ясно, кто имеет право туда предложить кандидатуру, своего кандидатуру и так далее. Это еще не совершенно ясно. Так, еще по этому закону специальный, специальный для этой ООО «РТ», закон о монгольском национальном ООО «РТ», говорится, что работник ООО «РТ» имеет право не разглашать источники информации. Вот такое монопольное право иметь журналисты только этой организации, не частных телевидений. И любое изменение в структуре ООО «РТ» делается только через изменение этого закона. Так что хорошая защита. Самое ООО «РТ», монгольское ООО «РТ» финансируется через разные источники. Самое главное, почти половина всех расходов – это бюджетное финансирование. Половина оставшейся части, то есть 25%, 5% – это абонементская плата, размер которой устанавливает правительство. И каждая семья платит определенно. У Ламбатары, например, платят 1 100 тугольков. Каждая семья платит за месяц. Это всего половина доллара, когда, например, в Англии BBC финансируется через так называемую лицензию, посмотрит телевидение, и они платят около 20 долларов в месяц, например. Так что говорим о совершенно другом, качественном изменении о разнице финансирования ООО «РТ» по Монголии. И вообще все это, что происходит там, именно из-за финансирования государственного бюджета. Новое правительство, новая партия и новое правительство, если хотят поменять руководителя ООО «РТ», то они сразу сокращают, даже дважды, два раза сокращают их бюджет, и что приводит обычно к суматохам внутри организации, потому что люди не получают зарплату, и они рассматривают их руководителей, которые получают зарплату, как бы они работают против них. И вся эта история, то, что изменение генерального директора ООО «РТ» Монголии всегда являлось изменением руководящей политической партии. Поэтому мы можем сказать, что Монгольское общественное национальное ООО «РТ» не служит народу, а служит государственным интересам. То есть в юре они другие общественные, но на самом деле, де-факто, это служит интересам государства. И мы ожидаем, мы не знаем, когда ООО «РТ» будет служить народу Монголии. Вот наша третья тема. Сегодня мы познакомили вас с тремя событиями, происходящими в прошлом мире в стране. Это назначено уэмер города Ламбатара, Сократия отлично. Некоторые вузы приедут в регионы, и генеральный директор монгольского национального ООО «РТ» ушла в отставку. Вот третья тема. Спасибо вам. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова